Сегодня у нас утилита TAR, менеджер логических томов AVM и SWAP TAR. Утилита TAR это сокращенное название TypeArchive, то есть архив на ленте. И так как она была создана очень давно и упрощала или позволяла даже делать архивы на магнитной ленте. И получается так исторически сложилось, что для создания архивов в Linux в большинстве случаев до сих пор используется утилита TAR. Что она делает? Она объединяет множество файлов в один и позволяет их, например, еще и заархивировать. Почему применяется TAR для архивации? Потому что по умолчанию утилита для сжатия GZip, она может сжать один только файл. Поэтому нам нужно, чтобы заархивировать много файлов, сразу в один архив, получается, их нужно объединить, потом еще и сжать. Так, дайте сделаем какую-нибудь папочку с архивом. Например... Вот мы создали некую папочку веб-сервис. Переименуем его в data просто. Теперь у нас есть папка data с некими данными, где есть файлы и архивы. И давайте создадим там просто некий тестовый файл test.txt. Я думаю, вы помните, как создать просто пустой файл и напомните мне. Тач. Тач. Да, вот видка тач самая простая. Все, создали. Создадим некую другую директорию для резервной копии, да, предположим. И скопируем туда наши данные. Можем перейти в эту директорию и скопировать. Соответственно, утилита cp, ну, копия, она копирует по умолчанию просто один файл. И если мы запустим ее без параметров для копирования директории, она скажет, извините, я не могу скопировать. Соответственно, нам нужно сказать, что копировать нужно рекурсивно. С минус R. Если у нас уже есть в директории backup какие-то данные, и мы, допустим, хотим их перезаписать, то можно сразу сказать force. Ну, мы уверены. Точка это, как мы помним, текущая директория. То есть нам нужно скопировать все данные с директории data в текущую директорию. Вот, все данные скопируются. Как я уже говорил, допустим, если мы делаем backup и на какой-то другой сервер, если мы копируем по одному файлу, что, в общем-то, возможно, надо просто дополнительные накладные расходы. Неудобно, можно запутаться, поэтому лучше объединить все. И, соответственно, с помощью тары мы сейчас создадим архив этих данных. У тары команды все говорящие, то есть по первым буквам. Нам нужно создать, то есть create. Нам нужно, мы хотим, допустим, посмотреть информацию о том, что делает TataV, то есть verbose. И мы хотим создать файл. Далее название архива. И что хотим заархивировать, да, то есть текущий директорий. Вот, нам TAR показал, какие файлы он добавил в архив. Вот появился наш backup TAR. Как посмотреть объем данных в директории? Было на прошлом занятии. Это мы видим, смотри, да, то есть да, вот TLS-L. Мы видим объем только файлов точный. А, допустим, объем директорий, да, вот в синем подсвеченном, он там, допустим, одинаковый может быть. Но, возможно, там данных разное количество. Есть отдельная специальная утилита. DF это утилита, чтобы посмотреть информацию о файловых системах смонтированных. А есть еще, да, на GU. У меня есть ключ минус S, то есть суммарные, как данные. И H, чтобы в понятном виде было. А, да, это лучше, наверное, просто на stage. У меня есть параметры, на сколько уровень уходить вглубь. Да, то есть мы можем посмотреть именно по директориям. А, нет, плохо, понятно, да. Давайте, наверное, не так. Давайте вначале удалим наш backup. После этого посмотрим суммарные данные. Да, все данные в директории 420 килобайт. Если только мы создаем архив. Смотрим, что, ну, немного объем данных уменьшился. Но совершенно незначительно. То есть фактически TAR, как таковое, особо данные не сжимает. Он их просто объединяет. Потому что, например, здесь текст только. А текст, он очень хорошо жмется. А, и еще такой момент. Вот этот вот параметр минус V, который отображает данные на экране, при архивировании каких-то очень больших объемов данных, ну там, не знаю, 100 гигабайт, лучше не использовать. Почему? Потому что на отображение информации в консоль тратятся ресурсы и достаточно значительно. То есть консоль, на самом деле, довольно медленная. И действительно тратятся ресурсы просто на отображение информации. Поэтому, если вам нужно сархивировать большой объем данных, лучше без этого параметра. Пусть он себе тихонечко там что-то делает. И все. И так, мы сделали архив. И мы хотим посмотреть, что же там. Используем TAR опять же. Параметр T, B, F, наш архив. И вот мы, как ls-l, смотрим по файлу, что у нас в архиве. Соответственно, если мы хотим узнать, если там какой-то файл, мы можем с помощью утилита grep осуществить поиск по этим данным. grep. Вот мы и нашли все файлы с включением тест, например. А вам такой вопрос, почему вы всегда .slash ставите на операционные файлы? Это скорее привычка. Просто моя привычка, я считаю, что это немного нагляднее, что мы показываем интерпретатору, башу, что нам нужен файл именно вот в этой директории. Точка, кстати, черта, обозначает, что искать в этой директории. Наверное, можно без этого. Но у меня, видимо, какие-то бывали случаи, когда были трудности из-за этого. И теперь, я не знаю, у меня привычка всегда ставить, указывать скрипт, что-нибудь такое. Абсолютно не обязательно, потому что по умолчанию ищется в этой директории, в которой мы сейчас находимся. Просто моя привычка. Так, мы нашли, что у нас есть файл текст в архиве. Теперь мы можем этот tar-файл сжать утилитой .gzip. Например, без точки слэши. Все, мы получили наш архив. У нас, получается, удалился файл backup.tar и появился файл backup.tar.gz. И мы видим, что наш tar-архив занимал 300 с чем-то килобайт. А архив уже сжатый 60 килобайт. Это значительно меньше. Но существует возможность все это делать значительно быстрее. То есть, сразу объединять и сжимать. Кстати, чтобы разархивировать, используется утилита .gzip. А вот снова наш backup.tar появился. И давайте сразу создадим сжатый архив. В данном случае, чтобы сжать полностью .gzip утилиты, нужно установить параметр z. Также название нашего будущего архива. Тут, чтобы понять, что архив сжатый, лучше это явно указать. Мы можем либо в развернутом виде написать расширение .tar, также .gzip. Либо часто практикуется сжатое . Ну, короткое расширение .tgz, например. .tar, .gzip. И что мы хотим сжать опять же. Вот наш backup.tgz. Вот наш backup.tgz. Чтобы мы можем точно так же распаковать сжатый архив. Ну, тут есть данные, да. Давайте создадим еще к переделам в директорию выше. И разархивируем сюда данные. Разархивировать экстракт. .tgz. 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 сжать полностью нашу систему раздел бэкапов системы и у нас тут есть нескольких директорий которые могут вызвать сложности например прок на или прочь прокны темпы ран как напомним что проката виртуальная файловая система который генерирует ядро и фактически этих файлов не существует нам кажется что они есть но их нет в тмп кит служебные файлы временные лежат ран вообще тмпфс то есть это данные в оперативной памяти тоже временные вот все групп тоже виртуальная файловая система нам их архивировать не нужно и более того это может создать проблему мы можем исключить из архива какие-то либо на либо данные допустим так создадим архив полностью дик директории бэкап и есть параметр xcode исключить пример тест текста исключен и посмотрим если этот файл в нашем архиве и он там есть понятно потому что я неправильно тест текст и этого файла там нет насколько я помню нужно использовать несколько иску дать попробуем извлечь несколько файлов убрать то еще не скажу давайте попробуем на самом деле не часть это делать ну вот исключилась остается если несколько дик ректоре то несколько давайте попробуем исключить по маски например вот например зелёночка на поддерживать так это все что я хотел рассказать про тар это были цвета это короче только начал теперь перейдем к томам файловым системам и в по умолчанию у нас есть физические диски на жесткие диски на них мы создаем разделы в каждом разделе создаем файловые системы проблема в том что ими не очень удобно управлять то есть операции связанные с изменением размеров или там перемещением они затруднены плюс мы не можем например сделать раздел который бы занимал один диск еще половину второго ну то есть можем сделать большой раздел который бы размещался на нескольких дисках полностью или частично а это может понадобиться если мы хотим хранить какие-то очень большие данные одним куском например не знаю у нас есть два диска на 70 гигабайт а мы хотим хранить файл размером 90 не получится средством придумали систему которая позволяет во-первых легко управлять разделами во-вторых обходить от ограничения размер на называется в лоджика воли менеджер логический менеджер томов и давайте посмотрим какие пользоваться по умолчанию не сейчас зачастую дистрибутивы linux сразу при установке используют овен то есть прямо изначально данный хранятся в н томах но не всегда и возможно придется что-то ставить из репозиторий да наверное можно даже поискать вот у нас есть lvm 2 лоджика воли менеджер tools я думаю что если попытаться по ее поставить то подтянутся многие другие вещи которые не но здесь уже стоит так чтобы нам посмотреть какие у нас есть физические диски в системе есть утилита f-диск которые вообще позволяют создавать классические на разделы но у меня есть параметры минус l лист и мы можем посмотреть все разделы которые у нас есть нумерация дисков в linux диски нумеруются буквами а их разделы на них цифрами на то есть с до 1 от первый раздел на первым диска системе средства мы видим что у нас есть диск с до 13 полин гигабайт на которым есть два раздела с до 1 до 2 который один из них кстати уже в том ну нет физически физически томовая и у нас есть диск sdb 5 гигабайт на котором ничего нет сдачи ничего нету да да ничего не потом ну и два в мтон про них мы пока не будем говорить будем с нуля так сказать не может правом еще есть такая классическая схема который иллюстрирует структуру в чем выше тем скажем так наверху у нас вот здесь пиви это физические устройства на то есть некие либо отдельные жесткие диски либо разделы и называется пиви это сокращенно физика воли на физический том далее мы создаем группу то есть фактически это воли мграут группа физических томов то есть некое единое объединенное целое увидится как объединенное целое и уже физическое группе томов мы создаем наши логические тома лоджика воли которые по размеру могут не совпадать с размерами физических томов то есть нет не рейд это разница с рейдом рейд позволяет он все-таки повышает надежность да в основном он повышает надежность тоже нет вообще никакой то есть это объединение но во-первых более гибкая да потому что в рейде вы не можете объединить допустим физические диски и разделы на каких-то физические диск даже если вы делаете программный рейд то там используется как раз таки только разделы например здесь в данном случае нет ни выигрыша в скорости как в рейд 0 здесь нет ни повышение надежность здесь только повышение гибкости удобное управление фактически конечно же в качестве физических томов могут выступать края с рейд массива например например вот можно объединить с эти две технологии для повышения надежности и для повышения гибкости да да поэтому лучше если нужна надежность то лучше делать поверх рейдов и естественно логические тома они суммарный объем логических томов не может превысить суммарный объем физических томов но размер логических томов не зависит от размера физических томов понятно логику вам понятно отлично естественно в каждом уже логическом томе мы вольны создавать файловые системы какие на сбору да да флешками лучше не делать но проблема в том что когда ты перенесешь на другую систему там то тоже должен быть в должна это все воткнуть это должно инициализироваться объединиться ну то есть это на мой взгляд это усложнение да то есть если тебе нужно просто перенести данные то лучше разбить на два архив на две части чуть позже то есть ты это все поймешь все это будет естественно я все изложу как это работает и так мы нашли наши три диска sdb sdc sdd и теперь нам нужно создать на них и некие как раз структуры потому что сейчас эти диски это ну как пустой диск новый диск на нем нужно создать разделы в которой потом уже до создать файлы стену с начнем с разделов и теперь немножко окунемся кратенько в мир в диск то есть утилиты которые краса не занимается созданием разделов мы указываем на каком диске мы хотим с каким диском мы хотим работать все основные диски находятся в директории т.ф. у нас есть вот sdb и здесь мы даем краткие команды по одной букве опять же начало слов чтобы нам посмотреть таблицу разделов в данном случае нам нужно нажать партиши видим что у нас ничего нет чтобы создать новый новый раздел и краткая справка про структуру раздела мы можем на диске создать максимум четыре раздела так называемых основных праймерии на разделов не больше четырех но что делать если нам нужно создать больше разделов есть так называемые расширенные станет разделы внутри которых мы можем создавать еще раздел внутри праймер ему разделы создавать не можно внутри и extended можем опять же не больше четырех но мы создать такую древовидную структуру в экстенды создать экстенды и так далее создаем пока вот по умолчанию праймы основной раздел обычный и мы его используем номер сделай 1 талина нас спросят с какого сектора начать каким закончить чтобы за ней полностью весь диск мы можем соглашаться на значению по умолчанию и теперь нам нужно задать тип файловой системы тип раздела наизусть мы конечно не помним но мы можем посмотреть большие здесь указаны все файловые системы которые поддерживаются в вашей системе на поддерживаться ядром просто множество какие-то из них актуальны какие-то не актуальны уже давно но поддержат для совместимости и у них есть 16 речные коды нам нужно linux лв 8 и мы пишем 8 и настоятельно мы задали можем посмотреть таблицу разделов вот наш раздел на появится теперь называется sdb1 и чтобы нам все эти изменения применить пишем w то есть write и записываем посмотреть естественно что у нас изменилось я ее можно опять же диск минус сайс на sdb появилась некий раздел который здесь не то же самое нам нужно сейчас сделать с dc и sdb по-быстрому сделал какой стандарт расширенный раздел создать еще раз повторюсь на в основном в обычном разделе нельзя создать подразделы а в расширенном можно это было сделано для того чтобы мы могли создать больше четырех разделах тоже 4 в каждом расширенном разделе можно создать еще четыре честными скажу возможно они вначале были все не расширенные а потом делали еще расширенные честно скажу тоже не скажу за счет чего хорошие вопросы надо почитать давно давно этим занимался не помню данный момент это можно воспринимать как так и исторически сложилось во первых вторых если нужны подробности вы можете найти их на просторах интернета без особых сложностей я для себя тоже постараюсь это дело вспомнить но я думаю что с легкостью найдете эту информацию с д д д д д д все отлично мы создали соответственно разделы на каждом из наших трех дисков и теперь нам нужно ну скажем так произвести инициализацию физических томов для этого у нас есть или так и викреет вообще хочу сразу обратить ваше внимание что стесно у нас есть физические тома группа томов и логический там надо пиви в виджи и лги и зачастую этих всех уровней названием утилита зачастую отличается только но названием уровня до то есть например вот пиви пиви и лечение шпили кривий крепи в дисплей что что еще раз пиви начинается то есть начало начало команд начинается с того с чем вы собираетесь работать но если из пиви то в пиви виджи и лги при этом продолжение зачастую одинаково да то например пиви креет виджи креет лви и креет или посмотреть информацию на рове дисплей виджи и дисплей и пиви дисплей и пиви дисплей то есть логика ясна на что с чем работаем что делаем и все и так пиви креет и вот мы создали эти физические тому если мы хотим удалить эти то на топе верим в команду что тоже абсолютно говорящие они удалены но создали них снова конечно физические там а готовы чтобы посмотреть информацию о них стоят на пиви дисплей вот у нас есть информация во первых видно название физического тома ну самого устройства его объем его ю ю айди и айди это такой глобальный идентификатор он уникальный абсолютно не то чтобы вычислить кто слабого можно вычислить ваш ли это диск на то есть если вы берете диск подключайте в систему смотрите он совпадает тоже не расскажу вам запишите себе посмотрите на посмотреть информацию физических томах и в дисплей еще есть или то пиви скан например который в краткой форме это все показывает но показывает видите он все показывает на то что он грубо говоря про сканировал и показал мы видим наш другую группу у нас уже есть группа виртуальная группа томов на которые основная система установлена но мы создадим сейчас еще с нашими новыми дисками и так как же создать нам группу то там я думаю можете догадаться мы указываем имя которое мы хотим использовать допустим в г ну лучше вообще говоря но если она будет длинная то вы просто замучить каждый раз это писать я в данном случае минимальное имя и указываем какие физические тома мы хотим добавить в эту группу добавим нам для начала парочку сговорят создано и мы можем посмотреть наши информации о наших группах вот одна синтос у нас уже есть и и наша новая вг мы можем посмотреть опять же и если вдруг и объем у нас получилось 999 гиби байта не люблю это название гиби байт можем посмотреть если мы знаем название конка информация конкретной группы точно так же вот для стан кратенько на мы нашли группу в к мы нашли группу центов мы можем при желании переименовать группу и тогда мы получим это не затронет работу диска но если у вас где-то в скриптах или в командах используется имя например для если вы монтируете дать посмотрим и иди на дисплей вода так нет такой большего бог похоже что и иди не измениться ну допустим последний цифр и вывозь w8 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 то есть у нас изменилось имя иди не изменился собственно если вы допустим для автомонтирования при старте системы еще не так сразу построить если вам нужно при старте системы монтировать в какую-либо директории какой-либо в м то то используйте и иди потому что он не меняется а если вы использовали некий полный путь в котором раньше было одно имя группы а вы переименовали теперь другое имя группы то естественно она не смонтируется логика ясна либо если у вас есть какие-то скрипты в которых используется путь с названием группы тогда они тоже естественно перестанут нормально работать но на саму работоспособность группы это не повлияет итак на создали группу физических томов теперь нам нужно создать раздел создадим раздел опять же несложно догадаться какая команда в креет нам нужно указать имя группа просто нам нужно указать размер допустим 9.9 и имя группы в котором мы хотим создать этот раздел ну там логически то вот нам говорят что мы немножко округлили но группа создан как посмотреть информацию как смотреть в дисплей на дисплей ну допустим по всем на 5 это по всем и вот создался наш тон который доступен по пути на дефок играл но есть опять же свою иди но есть статус с ой ну да конечно я же сейчас нас порно посмотрим как удалять раздела я забыл указать объем как-то тома адекватный 9 и 9 это видимо байт или килобайт что ли и он округлил до минимально возможного объема не получилось 12 мегабайт понятно где ошибся вот здесь по идее должно было быть g на 3 гигабайт поэтому нам нужно предварительно удалить на что в риму бог граут что-то вы уверен да мы уверен все там удален и мы можем снова создать так с таким же именем на нормального объема вот нормальный объем до 9 и 9 гигабайта создался видно время когда создалась полный такая информация и так точно так же мы можем сделать лвскан где видно активное неактивное состояние путь объем теперь нам нужно то есть как мы сделали сделали фактически раздел нам нужно теперь создать на нем файловую систему для этого есть утилита nkfs мы можем можно посмотреть вот так какие типы файловых систем поддерживаются на вот btrfs x2 x3 x4 xfs создадим классический x4 можем либо сразу сделать выбрать нужную утилиту nkfs либо можем использовать ключик минус т то есть тип x4 и указываем на что вот он там что-то сделал и все у нас есть файловая система теперь мы можем этот раздел смонтировать и писать туда данные или the mount тип тип скорее всего не обязательно указывает ну давайте укажем просто вам фонент с монтере и вот теперь мы можем с помощью утилиты df посмотреть информацию о файловой системе смонтировать то есть она появится в списке а вот последний пункт мы видим что в первом столбце последнем столбце мы смотрим куда до смонтирован это доступный объем общий объем можем там файл создать вот видим что нас создался файл окей вопрос есть да то есть менять размер например мы можем ну к примеру и сейчас мы этим займемся сложности могут быть если мы уменьшаем то есть нам нужно вначале уменьшить нашу файловую систему а потом уменьшить наш раздел грубо говоря файловая система над разделом соответственно чтобы мы могли уменьшить раздел нам нужно предварительно уменьшить то что сверху файловая система потом размер мы можем уменьшить размер тома в независимости от этого но файловая система сломается это значит что сломаются наши данные но насколько я помню но это будет это будет вашим домашним задания влвм можно уменьшать размер тома и указал определенный ключик он предварительно сам уменьшить файловую систему размер файловую систему может быть от ваших данных и больше и дурк от ваших данных до размера раздела кстати да вы можете файловую систему уменьшить там у вас 2 гигабайта данных уменьшаете допустим до 3 файловую систему пожалуйста ваши данные не пострадают ну скажи мне разница между физическим и логическим разделом давай давай расскажу да физический тон это то что ты можешь потрогать но либо это может быть также раздел на диске ты можешь взять жесткий диск располовинить его да ну каким-то тем же в диском разбить напополам ну не знаю там у тебя есть диск который ты хочешь полностью использовать в линуксе а второй диск ты половину хочешь использовать в том же линуксе а половину там в виндоксе да грубо говоря ну опять же гибкость да ты можешь располовинить диск и добавить в группу один физический диск и половину отлично на как вы помните мы создали группу из двух дисков у нас есть еще один в запасе и давайте добавим его тоже в группу для этого нам предварительно нужно отмонтировать нашу предварительную логический тон монтирует команда юмал там мы видим что из списка исчезла точка монтирования и и теперь мы можем расширить наш нашу группу на еще один том на физический тон утилита vg extend команда название группы путь до устройства группа успешно расширена у нас был размер группы 999 стал 1499 добавили еще один физический тон так конечно можем заново там смонтировать на вот файл на месте и видите ошибок нет значит все работает мы пока расширили только группу размер тома остался прежний а то есть он по прежнему 999 и 9 теперь нам нужно расширить уже наш логический тон в extend на нужное нам устройство на то есть мы взяли добавили еще одно устройство полностью на в эту группу логический тон и он стал размером 1490 но мы напомним что наша файловая система она осталась прежней на опять же давайте смонтируем быстро и видим что нам по-прежнему доступных 9 1 гигабайт то есть нам нужно действовать последовательно на более низких уровней более высоким расширили группу расширили логический тон расширили файловую систему есть утилитка из сайс у фс указываем устройство но он просит нас предварительно проверить вот это файловую систему нет ли в ней ошибок нет что-то я не так сделал это полностью проверили после этого можем расширить с помолчанию но взаимен все доступное место персонала смонтирая и теперь мы уже видим что нам доступны 4 гигабайт взяли добавили расширили и все это без потери данных вот такие дела естественно тема в она более полная и это можно сказать первое знакомство хоть и вполне рабочие информация есть интернет то есть если я буду вам рассказывать про все мы будем очень медленно двигаться естественно есть манда манова и здесь кучу всего вам добавлять гибкости кроме этого он может там можно создавать снапшоты которые пусть и не очень эффективны но позволяют вам сделать мгновенный снимок содержимое на его на диску то есть у вас будет продолжать писаться данные в основном раздел снапшот останется неизменным можно использовать например для создания бэкапов сделали мгновенный снимок вы знаете что вас консистентные данные сделали бэкап снапшот удалили все это на youtube и про лвм наверное все на сегодня почти и у нас еще есть тема 1 это своп на то есть сейчас делаем что-нибудь такое сделаем например с вопрос сделанного удалим нашу группа создадим нового как я уже не помню памяти не короткая так же пробел пару гигабайт отличный скоб для чего нужен слог в системе и физической системе есть определенный объем оперативной памяти но бывает ситуация когда ее становится недостаточно что делать нужно освобождать если мы будем просто освобождать память то есть какие-то данные которые сейчас в работе они потеряются и у вас произойдет скорее всего крах какой-нибудь программы что нам не очень приятно однако возможно есть нужные данные но нужны не прямо сейчас которые можно вытеснить на время и вытеснить мы можем фактически только на жесткий диск то есть это мы можем сделать некую да вот виртуальную память которая фактически эти данные расположены на жестком диске да это доступ к ним очень медленные относительно оперативной памяти но тем не менее позволяет нам неким виртуальным образом расширить объем оперативной памяти какой объем оперативной памяти должен быть свопа должен быть если у вас объем относительно небольшой наверняка вы можете позволить себе создать своп раздел равный объем оперативной памяти если у вас там 8 или 4 гигабайта память вполне можно отрезать от диска ну а например в ситуации когда у вас 16 гигабайт памяти а жесткий диск 128 гигабайт откидать от 128 и 16 гигабайт немножко жирновато поэтому можно взять некий такой разумный объем не знаю 4 гигабайта например вполне достаточно как можно посмотреть информацию о текущих разделах да и немного терминологии то есть если windows своп находится в файле просто файл который лежит на дисках то в линуксе принято создавать именно разделы на жестких дисках можно создать раздел в файле пожалуйста никто не мешает но принято на диск и сегодня я расскажу именно про разделы хотя бы потому что из головы я не помню как создавать на файл но при установке линукса вы всегда создаете раздел для подкачки а вот прямо при установке можно не создавать если вы знаете что у вас просто море оперативной памяти она никогда не кончится в ваших условиях да при ваших работе знаю у вас маленький сервер с посещаемостью 1000 человек в день а у вас то 28 гигабайт оперативной памяти то можно вообще не заботиться разделах подкачки слоп подкачка и может быть даже это лучше потому что система не будет даже думать о том чтобы что-то записать на диск на меньше обращение в диску быстрее все работа и так информация разделов подкачки как я уже говорил есть виртуальные файлы вести на прок с помощью которой можно либо считывать какие-то данные из ядра либо даже как-то влиять на ядра сейчас не будем детально останавливаться там есть некий файл вопс который мы можем прочитать с помощью теле тк и мы видим что у нас есть вот устройство дм 1 определенного объема с определенным приоритет у нас есть один раздела подкачки и давайте попробуем создать наш дополнительный раздел подкачки с помощью теле тнк с пап дэв слов 2 и вот мы инициализировали раздел подкачки у него опять же свою еди и свой объем забыл занят полный объем 2 гигабайта как включить есть или то споп он и кстати есть уделить свопов на то есть включить отдельными командами делается посмотрим информация где расположен мы нашли и включили мы посмотрим информацию разделов подкачки то видим что у нас теперь два раздела подкачки с разным приоритетом но если мы сейчас перезагрузим система то своп не подключится на наш новый и нам снова его нужно вручную включать естественно для такой ситуации у нас есть файл стоп стоп да в котором содержится информация что и куда монтировать при загрузке систем находится на директории 5 и и мы можем посмотреть его содержимое это просто текстовый файл вот так он выглядит что она здесь есть у нас есть что монтировать на почему-то здесь используется такой помню куда монтировать куда монтировать тип файловая система этом дальше параметры которых мы тоже сейчас говорить не будем они не принципиально но вполне может быть интересно я думаю когда вы доберетесь до этого вы спирите итак у нас есть смотрите вот монтирование по пути и монтирование с помощью ее айди к я уже говорил почему использует лучшие айди потому что он жестко привязывается к устройству даже если вы измените путь на название раздела или например вот эти сда и сдб они могут зависеть от того каким портом у вас воткнуты диски взяли переткнули диски у вас уже определилась по-другому диск сдб стал диск сда все система не загружается если вы используете и иди такая такая проблема не возникнет как узнать собственная связь между ею идти и устройством нам нужно посмотреть содержимое определенной директории сдб диск тут вот есть бай и и альди фактически это ссылки да на определенные устройства они почему-то видится как как эти как софтрейд либо мы можем видимо ее иди посмотреть в дисплей нет не соответствует кстати либо вот здесь до при создании у нас показался и иди и вот обычно пишется как вот сда иди на сдб один и так далее но здесь так почему сейчас это так я вам не скажу ну допустим мы нашли этот самый еди после этого можем пойти в отредактировать наш с истат вот на монтируем данном случае мы пишем слов тип файлы стен слов залп и и и и и и Отлично, мы можем сделать теперь свапов, не скажу, не помню, ман и феста, который существует. Итак, мы хотим отключить наш свап. Все уже тронули. И сделать. И ничего не получилось. По идее, как это работает? Вы можете добавить нужный раздел, не обязательно слов, в данном случае, в фестап. Команда mount-a, это автоматическое монтирование. Он возьмет данные из фестап и смонтирует. Давайте попробуем перезагрузить. И видим, что у нас автоматически второй слог подключился. И на этом я готов ответить по мере своих возможностей на ваш вопрос сегодняшний день. А как посмотреть, правильно сказать, от какого до какого? Когда мы создавали разделы, в общем, предлагали определенное расстояние по секторам. Допустим, если подбились первые сектора на том локальном диске или на том, где крысится какая-нибудь, ну, какой-то фильтр может быть по такому. Если можно перенести, допустим, этот раздел, чтобы можно было снова поставить и чтобы диск продолжал работать. Если у вас может либо сломаться файловая система по каким-то там своим причинам, по мере возможности ее можно восстановить. Вот такая логическая поломка. Если у вас сломались физически вот эти вот блоки, то считайте, что у вас данные потери. Восстановить их можно, ну, физическую потерю, но это обычно стоит больших денег. А как отремонтировать? Да, вот мы делали чек FFCK. Это именно утилита для проверки файловой системы и для ее ремонта. Но для этого файловая система должна быть не смонтирована. Но это мы немножко шаг в сторону. Если вам нужно проверить корневую файловую систему, ну, на которой система установлена, то вам нужно при старте системы загрузиться в сингл мод. И в этом случае, ну, есть разные режимы. У CentOS это, по-моему, называется emergency. Шаг в сторону, поэтому я детально не рассказываю, да, в общих чертах. Вы загружаетесь, у вас есть bash, но у вас файловая система не смонтирована никакие. Оттуда можно проверить, остается на диск. Если все нормально, то оно восстановится. Там есть журнал файловой системы. Остается на, оно все посмотрит, что может сделать. И, возможно, последствия. Если, то есть, у нас данные хранятся по этим... Айноды. Файловые дескрипторы. Да, шаг. Большой шаг в сторону, да, получился. То есть, у нас есть некая таблица, в которой у нас есть информация о том, что где расположено. У каждого файла есть идентификатор, да, некий. Если вдруг вот это вот E2FSK не понимает, где файл распорт должен быть, да, то есть, он не может восстановить структуру. У нас есть территория LostInFound, может, встречали. И он складывает туда эти файлы не по именам, а по iNode. И он может туда половину всех ваших файлов положить. И вам потом это сгребать, да, вот вам нужно же в нужную директорию с нужным именем положить. И вы сломаете себе голову. Поэтому, если вы чувствуете, что с диском беда, лучше возьмите, подключите к другой, вначале, да, вначале, подключите к другой системе. Тупо скопируйте оттуда данные, какие сможете, да. То есть, если у вас файловая система поломана, но не полностью, да, скажем так. В принципе, файл есть. И только после этого проверяйте. Что касается, если у вас данные физически не читаются, то они физически не читаются, да. То есть, вы никак не можете их прочитать. Либо вы можете прочитать не частично. Но если поломка, там, в тех блоках, где у вас таблица, файловая таблица, то у вас могут быть глобальные трудности. А восстановить можно любые данные, но зависит от того, сколько у вас есть денег, да. То есть, как бы, если данные суперценные, и вы можете отвалить миллион рублей, вам их, скорее всего, восстановят. Вот. Но зачастую вам приходится смириться с потерей данных. Потому что стоимость слишком высокая для восстановления. Еще вопросы? Желательно по сегодняшней тени. ПВМ, по ТАР, по СЛОП. Я смотрю, вопросов нет. Тогда всем спасибо. И в следующий раз мы продолжим что-то в этом же духе. Да. То есть, все про диски, про файловые системы и вокруг этого.